Развитие туристической индустрии Тверской области обсудили на прошедшем накануне заседании регионального правительства. Один из крупнейших проектов – кластер «Волжское море» – получит дополнительное финансирование на реконструкцию и благоустройство архитектурных объектов. Тему продолжит наш корреспондент. В 2019 году муниципалитетным в направлении открытия новых туристических объектов было выделено 7,5 миллионов рублей. Средства были потрачены на создание нескольких музеев, ремонт уже имеющихся, проведение фестивалей. Жители областной столицы отмечают, что это дополнительная возможность не только привлечения в регион денежных потоков, но и приведения в порядок городов муниципальных образований. Ведь именно развитая инфраструктура и ухоженные улицы привлекут туристов в Тверскую область. Однако пока проблем все-таки хватает. У нас, конечно, много всего интересного и красивого, если все это организовать, найти способы. Мне кажется, должно получиться. Чтобы привлекать туристов, надо, чтобы город был ухожен. Видите, Трестфятская какая грязная у нас. Центральная улица, казалось бы, проволочная, а грязная. Дороги плохие, добраться к нам сложно. В те места, которые имеют какое-то значение историческое. Потому что город, вот смотрите, какой некрасивый. Дома надо покрасить. Ну, я не знаю, вот при моей жизни, наверное, один раз только красили фасады в нашем городе. Я как турист, допустим, еду, что меня привлекает? Чтобы было чисто, удобно доехать. Правильно? Чтобы все это, ну, как просмотреть. Вот я ездила в музей Серова, да? Даже простых указателей нет. Я услышала о нем чисто случайно. Просто рекламы нет его. Но все-таки работа по созданию новых туристических мест уже ведется. Например, создается Волжское море. Это кластер круизного туризма и отдыха, который сейчас активно развивает правительство Верхневоложья. Его открытие позволит в несколько раз увеличить турпоток в нашу область туристов из соседних регионов, а также иностранных путешественников. А для этого необходимо их удивлять необычными архитектурными строениями и музеями. Например, такими, как Волгари. Это единственный в своем роде музей на Волге. Сразу на входе экспозиция музея из черно-белых фотографий. Каждый снимок – неразрывная связь жителей Калязина с Великой рекой. А некоторые фотографии были подняты с территории затопленного города. Большая часть Николаевской слободы погрузилась на одну, лишь колокольня осталась. Вся Макалейская слобода, первая часть города, тоже на дне. Лишь только островочки, один остров монастырьский. Здесь вот где когда-то монастырь ставят. Отдельное место на выставке уделено ремеслам, развитым в районе. Одним из экспонатов является огромный валенок, вручную изготовленный на некогда существовавшем в Калязии предприятии. Впрочем, гости музея увидят много вещей, связанных когда-то в городе и вряд ли сохранившихся за пределами района. Именно такие места, самобытные, имеющие большую историю и способны привлекать в гостей в регион, считает губернатор Игорь Руденя. Он отмечает, что правительство готово взять на себя большую ответственность, а именно расходы муниципалитетов. Поэтому теперь районы будут софинансировать проекты не на 35%, а на 10%. Порог снижен, это позволит более активно заниматься развитием таких туристических проектов и центров, которые были доходогенерирующими. Ну и очень важно, что в них могут принимать участие представители среднего и малого бизнеса. В 2020 году бюджет программы составляет почти 480 миллионов рублей. На заседании правительства региона принято решение об увеличении финансирования по ряду позиций, в том числе на расширение спектра и повышение качества туристского продукта Тверской области, продвижение ресурсов Верхневолжья, развитие кадрового потенциала отрасли.